Сложный. В данном случае вы нарушаете условия эксплуатации автомобиля. А если у тебя проблемы с давлением, а ты с запуском с утра в кофейку попить, да? Чик завел, пришел, а вот это кулак дружбы. Добрый день, дорогие друзья. Автомобиль Kia Sportage, 15-го года выпуска, с двигателем G4NA. Пробег за 200 тысяч. Сейчас посмотрим. Владелец женщина, единственный владелец. Машина покупалась с нуля. Ничего с мотором не делалось. Моргает на холостых. Лампочка давления масса. Давайте посмотрим. Проверим давление и разберемся в причине загорания лампочки. Так, пробег у нас 225 тысяч 583 километра. Но поскольку владелец машиной доволен, продавать не собирается, ничего с ней не делал, а то пробег реальный в соответствии действительности. Подключили манометр. Сейчас заведем, посмотрим. Должно быть около единицы давления на бензиновых моторах. Сейчас посмотрим, сколько здесь он как раз горячий. Напомню, здесь владелец последние 100 тысяч заливает масломобил. 530, до этого ездил на Shell. Helix 530. На Shell говорит, что у него подъедало немного масло. Перешли на мобил, подъедать перестало. Ну вообще какой-то автомобиль удивительный. У него полный привод целый, ни разу не ремонтировался, шлицовое соединение не обслуживалось. По всей видимости, аккуратно ездит дама за рулем. Ну что, заводим. Опять же, повторюсь, стуков, звуков посторонних никаких нет. Совсем маленько. А он как-то и хрюкал при запуске-то, да? Ну а раз такое низкое давление, то начинать надо с поддона. Для начала снять поддон, посмотреть состояние вкладышей. Ну вернее, состояние самого масла, которое там в поддоне есть. Стружка там или не стружка. Открутить вкладыши, посмотреть на их состояние уже дальше. После того, как сняли поддон, оценили состояние, все. Принимать дальше решение. Либо разбирать в капитале двигатель, либо достаточно будет заменить только масляный насос. Но, как правило, здесь, сами понимаете, пробег уже критический для этих двигателей. Самый волнительный момент, в какой масло потечет. Судя по щупу, вроде неплохое. Но сейчас увидимся. Не видать? Ну, явный, да, такой прям. Мы еще раз палец помажем. Ради такого дела не жалко. Нет, не гуталин. Все, теперь ждем, когда поддон снимут. На углу. Целый, смотри, краска не потерта. Тоже хороший, да? Второй цилиндрный шатун. Тоже хороший. Нет. Тоже хороший. Третий. Ну, шатунные все хорошие. Все. Тогда остается только насос снимать. Переднюю крышку снимать с насоса. Потому что если у вас масла ажора, нет. Горит давление масла. Здесь отдельный насос не меняется. Он стоит в передней крышке. Соответственно, здесь сейчас заменить переднюю крышку. Снять масляный насос с крышкой. Посмотреть, в каком состоянии. Насколько там цепь вытянута. И что с насосом. Если он в порядке, ну, минимум, самое, наверное, заменить масляный насос. Явных дефектов нет. Ну, если царапки, ну, не критично. Залип клапан? Вот он. А там от масла шрунки коксы? Ну, да. То есть причина найдена, да? Это залипший редукционный клапан. Он и подкрыл. Он на больших оборотах приоткрывался. Давление сбрасывал. А вниз обратно, когда не до конца закрывался. На оборотах. То есть обороты повышаются. Соответственно, насос больше качает. Ну, как бы хватает. Ну, так что масляный насос. Но в любом случае, готовиться нужно к ремонту двигателя. Потому что вот такой вот кокс, он и внутри двигателя находится. Очень интересный вопрос. И очень интересная ситуация сложилась вот с этим двигателем. Потому что, смотрите, пробег 220 тысяч километров. Моторы эти живут от 250 до 300 тысяч. Владелец двигатель не ремонтировал. Состояние двигателя внешне относительно нормальное. Но все прекрасно понимают, что двигатель этот долго не проживет. Но вот на данный момент, да, сказать владельцу, что нужно разбирать капиталь, а с ремонтировать двигатель, мы не можем. Потому что здесь по минимуму обойтись можно только почистив. Опять же, все решает бюджет владельца. Самое минимум, это почистить редукционный клапан от кокса и собрать обратно. Давление должно появиться, оно появится. Но опять же, у тебя весь этот кокс, который есть в передней крышке, у тебя точно такой же кокс есть, вот как в головке. Он у тебя есть и в гидронатяжителе. И точно такой же кокс у тебя находится и в фазовращателях. Поэтому, опять же, решение это принимает владелец. Ему сейчас посоветуешь разобрать двигатель от капиталя, сразу же возразят некоторые товарищи, что мы разводим клиента на деньги. Так что, опять же, повторюсь еще раз, здесь все решает бюджет владельца. Если есть деньги на ремонт двигателя, желательно отремонтировать. Нет денег, ну что делать? Значит, промоем редукционный клапан, соберем и отпустим до следующего раза. Как мы и говорили, все упирается в бюджет. Ну и в данном случае было принято решение, не нами, опять же. Промыли масляный насос, промыли масляный канал редукционного клапана. Теперь он работает нормально, без заеданий. Но единственное, что вот еще Дима пытался крышку отмыть химией. Но там настолько плотный кокс, что он не отмывается. Но со временем, если будет хорошее масло, когда-нибудь отмоется. Ну а так сейчас будем ставить и проверим обязательно давление. Но здесь еще одна новая деталь установлена. Она двигательная, пойдемте посмотрим. Владельцам было принято решение также заменить еще и гидронатяжитель. Ну а здесь мы, ну, отмыть лучше не получится. Но самое главное, мы же видели, это вот коробочка от натяжителя. Самое-то главное, мы видели стружку в поддоне. И скорее всего она из-под коренных вкладышей. Но для того, чтобы снять и посмотреть коренные вкладыши, здесь нужно вытащить двигатель. Потому что коленвал находится в постели. А у владельца на это нет бюджета. Поэтому в данном случае ремонт обошелся ему по минимуму. В замену, ну вернее, да, в замену натяжителя и мойку, чистку, редукционного клапана. Ну все, сейчас собираем, заводим, меряем давление и отпускаем. Так, ну все собрано, поддон установлен. Сейчас Дима манометр вкрутит. И заведем, посмотрим, какое же там давление у нас. Очень волнительно. Сняли форсунки для того, чтобы прокачать систему смазки. Итак, вкрутить? Проблема с аккумулятором, по-моему. Зачем вот такие вот сложные сигнализации ставят? Один хрен его гонят, если захотят. С запуском, наверное. Да на каким запуском? А если у тебя проблемы с давлением, а ты с запуском с утра в кофейку попить, да? Чик завел, пришел, а у тебя там кулак дружбы. А? Об этом я не думаю. Ну, когда, да, случается. Итак, заводим, ой, вращаем. Не вращаем. Кстати, в руководстве пользователя написано, что заведенный автомобиль нельзя оставлять без внимания или без присмотра. Поэтому, если у вас стоит автозапуск, у вас машина гарантийная, да? И вы так с утреца решили ее завести и сесть в прогретую. Если у вас в этот момент что-то случится с двигателем, да, в данном случае, ну, не дай бог, конечно, масляный насос, упадет давление и двигатель заклинет, то по гарантии вам двигатель не отремонтирует. Ну, это только в том случае, если исключением может являться только то, что вы эту сигнализацию с автозапуском установили в том, у того дилера, у которого машину покупали. Но, опять же, это вопрос сложный. В данном случае вы нарушаете условия эксплуатации автомобиля. Так что повнимательнее. Машина и ушел разгружаться. Пока там бумаги подписывала, у нее мотор заклинил. Он приехал по гарантии. Мы там посмотрели, давление масла загорелось. Там блок управления записывает сигнал, когда срабатывает лампочка. И там прошло у нее 20 минут с момента того, как загорелось давление. Естественно, ему сказали до свидания. На его возмущение, как так-то? А если я там, не дай бог, человеку плохо, я машину, значит, и поставил, и пошел ему помощь оказывать. Ну, дружок, ну, значит, не повезло тебе. Во! Сейчас отделим форсунки и заведем еще раз уже на работающем двигателе, посмотрим. Заводим. Он погреется немножко, да? Давление оттуда. Но в любом случае это почти в два раза, в два с половиной раза выше, чем было до этого. Он и завелся без рокота. Почувствуйте разницу, что называется. Будем погреем, да? Да, погреем, посмотрим. Ну, и еще раз уже контрольную проверку сделаем, когда мотор прогреется. Вообще, хочется отметить, что данный ремонт владельцу обошелся малой кровью. Ему просто реально повезло, раз он с таким дефектом еще и доехал сюда. А изодиров на вкладышах нету. Хотя он и говорил, что в самом начале, что у него масло стало подъедать, когда он пользовался маслом Shell Helix E30. А потом перешел на Mobil, а масло подъедать перестало. Но в цилиндре моему... Ну, такое состояние двигателя, конечно, безобразное. Mobil, по идее, если бы он был нормальный, он бы его отмыл за это время. Но здесь, видимо, что-то с маслом реально какая-то косячина была. Но в любом случае, этот автомобиль, он как-то рушит все стереотипы. У него и по подвеске, как владелец сказал, то есть он сход-развал ни разу не делал. Сейчас резину заднюю стал подъедать, да, 225 тысяч. Ну да, ну за это время-то. Все остальное нормально, не беспокоило ничего. Полный привод он не обслуживал ни разу. Там я посмотрел, люфт есть небольшой. Все равно, то есть если с ними, что придется ремонтировать. Но тем не менее, 225 тысяч, и все живое. Ну вот. Везет человеку. Ну, будем надеяться, что и дальше будет так же везти. Подведем итог. У меня все ходы записаны. По работам данный ремонт обошелся. В 10 тысяч рублей туда вошло. Замер давления, поддон снять, поставить, насос масляный и... И все. Это 10-300. По запасным частям. Здесь из запасных частей только натяжитель, масло, фильтр, герметик и очиститель. И по запасам 6100 рублей. А вы пишите комментарии, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на наш канал. И, кстати, напишите в комментариях, что бы вы сделали на месте владельца в данной ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok